Нагрузка для бюджета на социальную поддержку претендует все большее количество ангарчан. Конечно, бывают замечания те, которые устраняют сложность в связи с дополнительными финансовыми вливаниями, и такие наверняка будут. К учебному году почти готовы. Некоторые учреждения культуры из-за сноса зданий могут не пройти проверку. Если начать ранние сроки реабилитации, то у детишек в дальнейшем будет меньше, допустим, степени инвалидности. В центре «Богульник» прибавится пациентов. Учреждение открыло отделение для реабилитации младенцев. Мы начинаем работу в эфире в студии местного времени Евгения Шильникова. Здравствуйте! О том, какие события произошли в городе и области за минувший день, и что о них думают ангарчане, узнаем прямо сейчас. Стали известны подробности происшествия накануне всколыхнувшего общественность. Вечером 14 августа вооруженный посетитель напугал персонал отделения скорой помощи в 85-м квартале. Известно, что мужчина никому не угрожал. Однако многие интернет-сайты в погоне за сенсацией сообщили обратное, назвав происшествие нападением. Сотрудники полиции установили личность заставленного гражданина, которым оказался 34-летний мужчина без определенного места жительства. Результаты проведенной экспертизы подтвердили наречие у него о состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, сотрудники органов внутренних дел выяснили, что имеющийся у него пистолет являлся стартовым, он не был заряжен и никакой опасности не представлял. Изъятое оружие модели «Страж» используется при проведении спортивных соревнований. В народе его называют «игрушка» или «пугач». Свою проверку происшествия проводит Следственный комитет. К другим темам. Депутаты окружной думы сегодня заслушали отчеты об исполнении муниципальных программ. Особое внимание – социальной поддержке людей. В округе она реализуется по нескольким направлениям. Практически каждая требует дополнительного финансирования. Причина – увеличение получателей пособий и субсидий. К примеру, на муниципальный материнский капитал в 100 тысяч рублей в этом году претендует почти в два раза больше ангарчан. У нас, в принципе, не проходит ни одной недели, чтобы не было семьи, которая приходит за материнским капиталом. И если вы посмотрите вот эту информацию, то мы вам давали эту информацию на 1 августа, что здесь по состоянию на 1 августа 70 семей имеет. А на сегодняшний момент, 15 число, 76 семей имеют право на получение такой меры дополнительной социальной поддержки. В прошлом году вместо запланированных полутора миллионов рублей на муниципальный материнский капитал было потрачено почти 9 миллионов. Дополнительные деньги депутатам нужно будет изыскать и в 2017 году. В новом учебном году двери для детей откроют не только школы, но и учреждения дополнительного образования, дворцы культуры, спортивные секции и клубы по месту жительства. На готовность их проверяет специальная комиссия. В положительных результатах проверки уверены далеко не все руководители. Почему, расскажем в сюжете далее. Состояние санузлов, фойе и учебных кабинетов. В задачу комиссии по приемке учреждений к новому учебному году входит осмотр всей территории. Сейчас, наряду со школами и детскими садами, приемку проходят учреждения дополнительного образования, спорта и культуры. В 2016-м их проверяли в начале сентября. В этом году сроки сдвинулись. Всего таких учреждений 17. Это 5 учреждений дополнительного образования, которые относятся к спорту, 7 учреждений дополнительного образования, относящихся к культуре, и 5 учреждений дополнительного образования, относящихся к сфере образования. Данные образовательные учреждения включены в график приемки образовательных учреждений. И к ним предъявляются все те же требования, что и к общеобразовательным школам. Недавно отремонтированная станция юных техников. Приемы проверяющих готова. Соответствующая документация подготовлена для пожарной службы и стражей порядка. Сотрудники Росгвардии проверяют исправность тревожной кнопки, а затем по периметру обходят территорию, чтобы убедиться в целостности ограждений, наличии решеток и металлических жалюзи на первых этажах. Также хранение ключей, чтобы находилось на вахте, ключи подписанные, доступны были, чтобы вахтер умел быстро сориентироваться в чрезвычайной ситуации, знал, умел обращение с тревожной кнопкой, в каких случаях нажимать. А это уже хореографические залы Дворца творчества детей и молодежи. Здание, построенное в начале 60-х годов, ни разу не видела капитального ремонта, но требования к нему предъявляются те же. Директор Ольга Синюкова выражает надежду, что проверку они все-таки пройдут. Иначе 1 сентября за порогом останутся около 4 тысяч маленьких ангарчан, очень нуждаются. В общем-то мы стараемся все выполнять. И у Роспотребнадзора к нам таких больших глобальных замечаний в общем-то при последней проверке не было. Те небольшие замечания, которые все-таки были выявлены, мы устранили. Конечно, бывают замечания те, которые устраняют сложность в связи с дополнительными финансовыми вливаниями. И такие наверняка будут, возможно, со стороны пожарных. Это самая, как правило, бывает сложная служба. В этом году на подготовку учреждений дополнительного образования к новому учебному году из бюджета округа было выделено более 5 миллионов рублей. Основная часть этих средств пошла на устранение предписаний контролирующих структур и проведение текущих ремонтов. Большой вклад внесли и педагоги, которые собственными силами постарались создать для ребят комфортные и располагающие к обучению условия. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. До 18 августа можно подать заявки на участие в дополнительном этапе ЕГЭ. Улучшить свой результат могут выпускники, получившие неудовлетворительную отметку по основным предметам. Либо те, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной период. Заявление необходимо подавать по месту своего обучения. 5 сентября состоится экзамен по русскому языку, 8 сентября состоится экзамен по математике и 16 сентября будет резервный день для ребят, которые по уважительным причинам не смогли принять 5 либо 8 сентября экзамен, либо получившие один неудовлетворительный результат. Пересдавать экзамен выпускники будут в Иркутске, в столице региона. Для этого организовано два пункта. На сегодняшний день заявки на участие в дополнительном ЕГЭ подали пять ангарчан. Бывший профилакторий «Богульник» готов принять самых маленьких пациентов. Для реабилитации малышей до года закуплено современное оборудование, отремонтированы помещения для круглосуточного пребывания мать и дитя. Подробнее в материале далее. Пеленальные столики, миниатюрные кроватки. На втором этаже «Богульника» накануне завершился ремонт в отделении для самых маленьких пациентов. Дети, нуждающиеся в реабилитации, будут проходить лечение вместе с мамами. Для них обустроены комфортные светлые палаты с отдельными санузлами. Все, чтобы мамочки с малышами чувствовали себя, как дома. Ведь выхаживание деток с особенностями развития – процесс небыстрый. Дети раннего возраста, до годика, они очень активно откликаются на реабилитацию. И вся патология, допустим, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, если начать ранние сроки реабилитации, то у детишек в дальнейшем будет меньше, допустим, степени инвалидности или отсутствия каких-то ограничительных возможностей. Для детей, страдающих разными формами поражения центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, закупили самое современное оборудование. Кровать «Сатурн» – это своеобразная колыбель, которая помогает малышам расслабиться и снять мышечный тонус. С момента открытия в Багульнике реабилитацию прошли тысячи маленьких пациентов из разных городов при Ангаре. У нас ДЦП, то есть при рождении поставили нам врожденный порог развития головного мозга. И вот 8 лет мы уже боремся с самого рождения. Много где были по Иркутской области, были в Зиминском районе, в реабилитационном центре, постоянно лечимся в Иркутске. Мы очень рады, что открылся вот этот ангарский наш реабилитационный центр, то, что стало это все доступно, бесплатно. Массаж, тренажеры, водолечение, солевая пещера и многое другое Багульник по праву можно назвать уникальным в своем роде центром реабилитации, благодаря чутким рукам работников которого особенные детки получают шанс на полноценную жизнь. Евгения Шильникова, Михаил Тырышкин. Местное время. В среду в свет выходит очередной номер газеты «Ангарские ведомости». И сейчас коротко о главных темах издания. Читайте в свежем выпуске газеты «Ангарские ведомости». Бизнес незакона. Уличная торговля без гарантий на безопасность. Несмотря на высокие штрафы и другие санкции, применяемые к нарушителям закона, многие продавцы не спешат уходить с насиженных мест. Теперь под присмотром. Принято решение о передаче семи городских спортивных площадок в ведение спортшколы «Ангара». Теперь руководство учреждения обязано следить за чистотой, порядком и техническим состоянием спортивных сооружений. Большая чистка. От незаконной рекламы очистили центральный проспект «Ангарска». Постепенно дойдут и до юго-западной части города. Вся реклама, на которую собственник не оформил документы, попадет в черный список и будет снята. Задай вопрос власти. Когда очереди в Пенсионном фонде и Управлении соцзащиты закончатся? Коллапс и неразбериху среди ангарских пенсионеров породили слухи в СМИ. «Ангарские ведомости» – свежий выпуск каждую среду. Издание, на страницах которого важная и интересная каждому жителю округа информация, можно найти в организациях, учреждениях и торговых точках. «Мы в ответе за тех, кого приручили. О том, как стать своему питомцу, другом и не навредить ему», рассказали ангарчанам местные зоозащитники. В парке строителей состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню защиты бездомных животных. Акцию объединило кинологов, ветеринаров, профессиональных заводчиков и просто неравнодушных горожан. Подробности в сюжете далее. Праздник с условностями. Так можно назвать организованный вангарский день бездомных животных. В парке строителей в эту субботу было много горожан. Семьи с детьми приходили, чтобы полюбоваться на животных, поиграть с ними и уйти. Так зачастую проходят зоозащитные акции. Большого труда стоит волонтерам доносить до людей, как правильно обходиться с четвероногими. У волонтера Маргариты Пушкиной в своем частном доме шесть кошек и шесть собак. Любовь к питомцам стала образом жизни. Человек боится что-то из этого благосостояния отдать. А волонтеры, они отдают. Люди, которые отдают. А большая часть людей, которые берут. Не берут животных, а берут себе, себе, для себя. Животные – это беспокойство, это дискомфорт, это какой-то режим определенный. Не каждый готов на это пойти. Но, поверьте мне, среди волонтеров, адекватных людей большая часть. Городские сумасшедшие. Именно так частенько люди называют местных зоозащитников. Волонтеров обижает такое отношение. Ведь эти люди на добровольных началах пытаются обеспечить безопасность в ангарских дворах. К сожалению, все остальные обращают на это внимание только после очередного нападения агрессивных животных. У кого-то кошки в подвале, у кого-то опекун с огромным количеством животных в своей квартире, у кого-то стайные животные под окном, кто-то кормит животных и не знает, что делать, опасная стая. То есть вопросов масса и нужный индивидуальный ответ. Иногда нужен выезд на место, чтобы посмотреть ситуацию, оценить и выстроить план работы с этим местом, с проблемным. Этот праздник «Право на жизнь» организовали вместе с Центром поддержки общественных инициатив. На мероприятии выступили инвалидные и детские организации, зоозащитные фонды из Иркутска и Шелихова, ветеринары и клубы служебного собаководства. Гости мероприятия могли сделать вклад в работу волонтеров, опустив в специальные кружки символические пожертвования. Работа общественников сегодня – это титанический труд, который подкреплен цифрами. За пять лет ангарский фонд вылечил и пристроил почти две тысячи брошенных животных. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время. На победу в конкурсе «Садовод с большой буквы» претендует ангарчанка Елена Романова. 20 соток ее участка украшают не только цветущие клумбы и овощные грядки. Гостей хозяйки помогают встречать сказочные персонажи. Все подробности в сюжете Марии Константиновой. «Сад должен удивлять», считает Елена Романова и добавляет, у нас не дача, а именно сад. Когда-то здесь было 8 соток, засаженных овощными культурами. Сейчас из 20 огороду отвели всего пару соток. Остальное – это зеленый газон и самые разнообразные цветы. Дополняет сказочную атмосферу избушка, в которой обитают две игрушечные бабки-ежки. Мы это всюду привозим, коряги, всякие разные. И, конечно же, вот мне повезло, у меня папа любит мастерить всякие деревянные изделия. И на свои дни рождения я просила, чтобы он мне сделал мельницу, причем обязательно состаренную, ни в коем случае не новую, не отлакированную, и избушку бабы-яги, которую вы видели. Восхищенные взгляды гостей – лучшая награда для изобретательных хозяев. Настоящая экзотика – это большой пруд, который садоводы создали своими руками. Дно выложено каучуковой резиной, берега оформлены натуральным камнем, а в грунт посажены кувшинки. Все, как в настоящем пруду. Кувшинки, все у нас их много, все они зимующие. Рыбы у нас зимуют, рыбы – это красные караси, декоративные, большие караси зимуют. Ирисы, калужницы – очень много растений зимующих. И наших, и сортовых, все у нас живет в пруду. Пруд теперь – это самостоятельная экосистема, которая сама во себе существует. Уже огромного ухода она не требует. Но вот для этого понадобилось 7 лет. Сейчас цветущий благоухающими цветами сад Елены Романовой – это настоящая гордость семьи. За многочисленными клумбами и экзотическим оформлением стоит большой труд. Хозяева надеются, что его оценят телезрители в процессе голосования на конкурсе «Садовод с большой буквы». Дачники верят в победу и уже подбирают местечко для главного приза – уютной беседки. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. О событиях следующего дня узнаем по местному времени. До свидания.